Сегодня, друзья, я вам буду показывать свою внутреннюю кухню. Кухня называется «Аналитика YouTube-канала. Раздел доход». Я вам покажу реальные цифры, сколько я заработал в этом году, за эти, точнее, полгода денег на YouTube, именно на партнерской программе YouTube. Но прежде чем смотреть данное видео, я рекомендую вам посмотреть предыдущее видео, я его расположу в правом верхнем углу, и я там рассказываю, сколько я заработал за 2019 год. И мы сравним показатели, насколько мой доход на YouTube увеличился, или же он уменьшился, или же он остался таким, как есть в этом году. Точнее, за первые полгода 2020-го. Если вы подписаны давно и смотрите мой YouTube-канал, то вы знаете, что я стараюсь максимально качественно и максимально прозрачно снимать видео. Как говорится, не балаболить, как делают многие блогеры, только рассуждать. А я стараюсь показывать конкретные цифры, потому что я знаю психологию вообще людей на платформе YouTube. Сюда люди приходят за двумя вещами. Первая вещь – это развлекательный контент смотреть, ну, развлекаться, отдыхать. И второе – это решать какие-то свои боли, проблемы. По-другому – это образовательный контент. Как сделать что-то, или как кто-то что-то делает. И люди здесь любят именно, как правило, все-таки конкретные факты, которые особенно подкреплены какими-то скриншотами, цифрами. Я тоже один из немногих блогеров. Ну, хотя многие показывают, но многие не показывают свой доход и свою внутреннюю кухню. Если вы следите за мной, да, я запустил рубрику «По инвестициям», и в ней я тоже показываю конкретно свои деньги, сколько я вложил, сколько я потерял, сколько я заработал. Также и здесь мне нетрудно, друзья, вам показать для вашего общего развития. Может быть, данное видео вам будет полезно, и вы задумаетесь завести, например, свой YouTube-канал. А может быть, у вас уже есть свой YouTube-канал. Еще хочу отметить вот такую вот важную вещь. YouTube – это некий такой актив. Это то же самое, что купить какую-то перспективную акцию. Например, если бы мы купили компанию Apple в 2010 год, когда акция в районе 60-70 долларов стоила, то какие бы сейчас показатели мы имели, когда уже акция чуть ли не по 400 долларов стоит. Также и YouTube. Он работает по экспоненту. Сначала ты работаешь на YouTube, потом YouTube работает на тебя. Мне часто предлагают всякие школьники, всякие люди, не знающие вообще силу YouTube продать свой YouTube-канал. Причем они предлагают какие-то копейши деньги. Про данную тему у меня тоже есть видео, смотрите его в правом верхнем углу в подсказках. Я там рассуждаю, стоит ли продавать свой YouTube-канал или нет. И данное видео, оно подтвердит именно реальность моих слов, то, что YouTube-канал – это некий такой актив, который растет и который приносит все больше и больше денег. По крайней мере, если не приносит больше, то, по крайней мере, их приносит стабильно. А это немаловажно. Стабильность в наше время. Плюс YouTube прокачивает, опять же, узнаваемость, ваше имя, ваш личный бренд и тому подобное. Но и не будем говорить вообще про алгоритмы YouTube, как они работают. Работают они шикарно, лучше любой социальной сети. Об этом я тоже много раз рассказывал на своем YouTube-канале. Всех приветствую, друзья, с вами на связи Фокинг-гене. Тот, кто меня не знает, я специалист по YouTube. Зарабатываю деньги современным способом, используя интернет. Основной мой заработок сосредоточен на профессии менеджера YouTube-канала. Я веду YouTube-каналы, я создаю YouTube-каналы, я их анализирую, высвобождаю людям время. И очень много людей, которые готовы платить хорошие деньги, только чтобы снять с себя вот эту рутину. Которая называется «Разберись в YouTube сам». Многие люди хотят это сделать, им проще заплатить деньги. Сейчас я, друзья, вам предлагаю познакомиться с моей внутренней кухней и пройти туда, и посмотреть, что там происходит у меня. В общем, поехали в мою кухню. Сейчас мы находимся на моем YouTube-канале, внутри, в творческой студии. Давайте теперь перейдем в аналитику, вот сюда. И я вам покажу, сначала я вам покажу за 2019-й показатель, а потом за 2020-й год, за первую половину, за 6 месяцев. И мы сравним. Это у меня уже были видео, я там детально рассказывал. В сегодняшнем видео я не буду рассказывать вам, сколько YouTube платит за 1000 просмотров, как это все считается. Пятое и десятое, это есть других видео. Я в правом верхнем углу, сразу же говорю, в подсказках размещу это видео. У меня было, сколько YouTube платит за 1000 просмотров, как это считается. И там я сравниваю несколько каналов, где какая доходность. Поэтому, если вы еще не видели данное видео, вам интересно, заходите и смотрите. Вот, друзья, смотрите, где мой заработок, расчетный доход. Это уже, значит, посчитанный чистый мой доход, который я заработал за 2019 год. Вот здесь, 1 января и 31 декабря 2019. Если посмотреть график, я уже рассказывал, монетизацию, вот смотрите, здесь вот 0,0,0. Мне подключили примерно 15 января. Ну, вот здесь вот где-то 15 января мне 18 центов капнул. Казалось бы, да, 18 центов, что это такое? Но, по мере того, что я постоянно, постоянно гружу видео, а на YouTube нужно постоянно, регулярно грузить видео, иначе алгоритмы YouTube начнут вам принижать трафик, ну и, соответственно, будет падать трафик и будет падать заработок. Поэтому назвать пассивным доходом, доход от монетизации, доход от партнерской программы YouTube нельзя. В какой-то степени можно, да, ты, если уже обучишься навыкам быстро монтировать видео, знать что, да, ты можешь там пару видео, тройку заливать, и твой доход особо падать не будет. Даже если регулярно не заниматься каналом, все равно доход какой-никакой будет. В какой-то степени, ну, полностью пассивным доходом это назвать нельзя. Нужно все равно грузить видео. То есть это полноценная работа, как и везде. Она за тысячу коммерческих просмотров у меня была по воспроизведениям 2,5 доллара. Это среднее значение по России, где-то 2,5 долларов. Давайте мы посчитаем, сколько это было в рублях. 521 мы умножим. Давайте по курсу сегодняшнему, по 70. Я понимаю, что тогда был курс другой, но я вам скажу, что эти деньги я не тратил. Они у меня лежат отдельно. Для дезинфикации и для подушки безопасности тоже доллары нужно иметь. Поэтому все деньги, которые я зарабатываю с Ютуба, я их отложу на отдельный счет. Они мне не нужны. Давайте вот 521 мы умножим на 70 и равно 36 470. Грубо говоря, 36 тысяч с половиной я заработал. Не лишние, не лишние. Деньги дополнительно ко всем остальным своим источникам дохода. К услугам, консультациям, к инвестициям, к депозитам и всему остальному. А если учесть, да, кто-то там скажет, вот копейки, вот копейки. Мне кто-то там сказал, тебе там в месяц пришло 100 долларов, это копейки. Ребят, а за год? И вот за год, года-то летят быстро. 2019 пролетел уже половину. Проте села 2020. Ацентики капают, капают и образуется вот такой хороший доход. Давайте посмотрим по прибыльности по месяцам. А вот так вот у меня было по месяцам. Давайте откроем. Так, вот он, 2019 год. Вот я поставил. И здесь вот может за январь 12 долларов. Потом 27, 34, 35. Вот так все колеблется. То выше, то меньше. Все здесь зависит, смотрите, от монетизированных воспроизведений. Это там, где показывалась реклама. А именно за эти просмотры YouTube платит, а не за все просмотры. Ну и цена за тысячу коммерческих просмотров очень важна. И средняя она получилась у нас 2,5 доллара, что вполне себе. Для российского сегмента. Ну плюс у меня еще тематика такая бизнесовая. Самые прибыльные видео. Вот банальные видео, как добавить чужую историю к себе в историю, да, в Инстаграме. Не смотря на это, люди это не знают. Я заработал аж 140 долларов. Из этих 520, да, я заработал 140 долларов только с этого видео. Потом про Сбербанк видео, про Paypal. 44 было доллара. И так, как изменить название канала. 22 доллара. И про Facebook. Было 18 долларов. Тип объявления с возможностью пропуска самые были популярны. Потом были объявления заставки аукционов. По-моему, 6-секундные. И медийные объявления. А доход от премиума, ну копейки на капли. Ну тоже 2 доллара не лишнее на мороженку и на шоколад. Давайте перейдем теперь в 2020 год. А вот теперь смотрите, 828 долларов я заработал за половину 2020 года. Вот он диапазон. Видите, 1 января до 2020 года и 30 июня. Это почти 2 раза больше. Только за полгода. Прирост 143%. И здесь, обратите внимание, цена за тысячу коммерческих воспроизведений выросла. 3,22. Это очень хороший показатель. Вообще, тройка это считается хорошей. У некоторых я видел 4, даже и 5. 4,5 это уже на уровне Америки, Великобритании, там Европа. Там очень дорогая реклама. Там цена за тысячу очень большая. У меня тоже такая хорошая цена сейчас в среднем за тысячу. Если мы даже возьмем вот здесь. Здесь даже видеть и до 4,5 в некоторые дни. 3,5. Но обратите внимание, здесь я тоже постоянно регулярно в этом году загружаю видео. В среднем по 5 видео в месяц. И вот так вот тоже шел график. Вроде бы по доллару, по 2, по 3. Потом вот взрыв. Это такой даже вот 10 долларов я заработал. И когда-то я, кстати, мечтал, когда я только подключил партнерку, я думал, хорошо было бы по 5 долларов зарабатывать. Более-менее уже в месяц. И вот оно свершилось упорным трудом. Уже я зарабатываю по 5-6 долларов в день. Что тоже неплохо. Хорошо бы выйти уже на 10 долларов в месяц. А потом где на 10, там и на 50. А вообще хорошо бы на 100 долларов, если бы тебе капало. Это вообще было бы шикарно. Давайте теперь 828. Давайте 829 умножим сразу. 829 умножим на 70. И посчитаем, сколько я уже заработал в этом году. 829 умножим на 70. Сейчас средний курс берем. 58 тысяч, друзья. 58 тысяч за полгода. Если я буду идти в таких же темпах, я в среднем заработаю больше, чем 100 тысяч за год. 100 тысяч, ребят, дополнительного дохода. Они не лишние. У некоторых пенсионеров столько за год пенсии. Давайте просто поделим вот эту сумму на 6 месяцев. Сколько это будет у нас в среднем? Я за месяц получаю. В среднем за месяц вышло 9671. Получается практически 10 тысяч я зарабатываю в среднем на YouTube канале. Что неплохо. А вот представьте, а некоторые школьники мне еще в том году писали, говорили, мы купим твой канал за 12 тысяч, за 13. Вот представь, я только в месяц зарабатываю столько, сколько они мне предлагают. И вы сравните показатели. В том месяце я заработал все лишь сколько мы там посчитали, я не помню, 35 тысяч. И в этом уже 58. А что будет дальше? Даже если доход будет вот такой. А если пройдет 10 лет? Даже если за 10 лет я могу миллион здесь заработать. Реально, YouTube это такой актив. Так это я посчитал только партнерскую программу. А если считать там прямую рекламу, услуги, продвижение личного бренда, продажа консультаций с YouTube. Это вообще шикарно. Вот они показатели у меня получают за последние месяца. Давайте сейчас зайдем и посмотрим. Вот я поставил 2020 год. Там немножко июля я захватил. Вот январь 81 доллар. Вот февраль 95, 187. Март хорошо стрелял. Потом чуть-чуть у меня уменьшился. Здесь вырос. И вот в июне мне уже накапало 44. И цена здесь, обратите внимание, уже хорошая. Здесь уже вообще выше трех. Вот только один месяц у меня цена за тысячу упала. И монетизированных тоже просмотры у меня выросли. Вот здесь вообще свыше ста их было. Но у меня и просмотры выросли, а потом упали. Самые прибыльные видео вот про брокерский счет. Представьте, оно мне принесло почти 200 долларов. Это же видео до сих пор. Представьте, это видео в том году мне принесло 140 долларов. И в этом уже принесло 91 доллар. Представляете, уникальность YouTube. То есть даже старые видео, они все равно приносят и приносят доллары. Генерируют и генерируют доллары. Вот в этом уникальность YouTube. Тут как купить доллары, тут доллар разлетел. Это видео тоже взлетело и, соответственно, оно принесло мне больше прибыли. Про акции 43 доллара и про то, как включить ночной режим на Ютубе тоже 34. По типам те же самые показатели. Премиума я заработал тоже 5 долларов. То есть показатели, ребят, выросли. Давай еще хочу вам, знаете, что показать? По просмотрам. Смотрите, вот возьмем просто просмотры. Было у меня 584 тысячи просмотров и CTR был очень высокий. Это был за 19-й год. И обратите внимание, поиск у меня составлял 60%. 30% это внешний источник. Мои видео активно, всякие сайты познавательные встраивали. Оттуда я черпал бесконечный трафик. То есть они на халяву меня продвигали. Рекомендованные всего лишь 4%. И вот тоже еще рекомендованные на главной странице тоже 1,4%. А вот это вот уже показатели за полгода 2020 года. Смотрите, уже 667 тысяч просмотров. Здесь CTR упал. Мы за полгода уже перегнали годовые просмотры того года. То есть мой канал растет, растет неплохо. На 101%. Вот тут у меня был взлет вот такой. А потом что-то просмотры подупали. Может быть в связи с карантином здесь люди ошивались на YouTube. А сейчас лето и люди меньше сидят. Но что есть, то есть. Но не стоит расслабляться. И смотрите, самый интересный факт. Получается у меня внешние источники на 10% упали. И почти на 10% упал трафик из поиска. А рекомендованные выросли. Из рекомендованных почти уже 10%. Из раздела на главной странице тоже уже 5%. Из страницы канала прибавилось. То есть получается люди заходят на мой канал. И они не ограничиваются просмотром одного видео. Они листают и смотрят еще другие видео. И вот это очень хороший показатель. Вот давайте, смотрите. Здесь 52, 20. 8,4 и 5. Но самое вот это 50 и 20. И здесь вот за 2019 год. Здесь 60 и 30. То есть я говорю, на 10% эти упали. И здесь 4, а там 8. И здесь 1,4, а там уже 5. А со страниц канала тут вообще нет. Мой канал стал больше продвигаться в рекомендованных. Потому что я обрел определенную аудиторию. Подписчики растут. И когда я заметил такую тоже тенденцию. Когда больше подписчиков со схожим интересом. YouTube большинство людей показывает этот контент. Собирается некое такое ядро твоей аудитории. И YouTube им уже по тематике подсовывает интересные видео. На основании просмотра других своих видео. И соответственно этот трафик растет. И на главной странице растет. Ну и соответственно если контент аудиторию твою интересует. Она плюс-минус схожая тематика. Хотя я не скажу у меня разной тематикой. Я и про инвестиции, и про соцсети все мешаю. Просто неохота заводить новый канал. Кому нравится тот будет смотреть меня. То что есть. Здесь много чего полезных. Кому нет. Окей можете какие-то видео не смотреть. Все равно в рамках плюс-минус про заработок. Я здесь рассказываю. И полезные вещи про соцсети. И не только. То есть видите вот такие показатели. Но еще хочу показать вам подписчик. Вот за прошлый год у меня было 2000 подписчиков. Прирост большой был. Вот здесь у меня получилось. Вообще прирост 627%. Вообще шикарно. Здесь вот трафик у меня взлетел. Соответственно взлетели подписчики. Потом он трафик у меня успокоился. И подписчики успокоились. Вот такие у меня друзья показатели. Показал вам свою внутреннюю кухню. Делитесь в комментариях. Какие показатели у вас. Сколько вы зарабатываете на ютубе. Зарабатываете ли вообще. Ютуб это классная площадка. Здесь очень классно работают алгоритмы. И сейчас ютуб неплохо платит. Я чуть позже запишу еще видео. Расскажу какие ютуб в новшества сейчас вводят. И помогает нам авторам зарабатывать еще больше. Скоро мы можем более короткие видео. Ставить еще больше рекламной паузы. И тем самым зарабатывать еще больше. Ну и давайте посмотрим. Просто за год сколько я заработал. Просто статистику за год. А за год я заработал уже 1200 долларов. Ребят 1200 долларов за год. Вот давайте калькулятор еще раз вернемся. 1200 умножим на 70. 84 тысячи рублей за год. Как вам друзья? Дополнительного дохода ко всем остальным источникам. Я думаю неплохо. Вот теперь прикидывайте. Я так прикинул. Если мой канал будет в месяц генерировать где-то миллион просмотров. Будет доходность в районе полторы-двух тысяч долларов. Это где-то 100-150 тысяч. Можно реально зарабатывать в месяц. Если будет миллион просмотров. Примерно. Это не точно. Но это с учета моей тематики. Я так примерно рассчитал. Исходя из этих данных. И напоследок еще хочу сказать. Ни одна социальная сеть не может похвастаться такой системой монетизации. Ни в Фейсбуке, ни в ВК, ни в Инстаграме пока еще такого нет. Вроде как ТикТок там что-то ввел. Ну Фейсбук что-то планировал. Ну ни хрена. В ВК вроде как в группах дал монетизацию. Но такой именно системы нет нигде. Разве что только в Порнохаб что-то похожее есть. Так здесь плюс еще в том, что алгоритмы Ютуб сами тебе продвигают. Еще тебе за это платят. Я это повторял и буду повторять. А в других социальных сетях. Ты должен платить социальным сетям, чтобы они тебя продвигали. А здесь наоборот. Ютуб тебя продвигает. Еще тебе за это платят. Ставь данному видео лайкосик. Потому что данное видео заслуживает этот лайк. Потому что я показал свою внутреннюю кухню. И вас туда пригласил. Поделился своими результатами. Рассказал сколько заработал на Ютубе. Все вам показал детали. Пишите в комментариях свои мысли. И если вы хотите, чтобы я продолжил данную рубрику. То тоже пишите в комментариях. Я буду один раз в полгода или один раз в год показывать свои итоги по Ютубу. Где вы будете в режиме реального времени смотреть. Растет мой доход или падает мой доход. И что у меня происходит на Ютубе. А если вас, друзья, интересует Ютуб. То подписывайтесь на мой Ютуб канал. Нажимайте на колокольчик. Ставьте уведомления в телефоне в настройках. Чтобы получить точно уведомления о моем новом видео. Так как будет много полезных роликов на моем Ютуб канале. Я еще расскажу про функцию сторисы. Сюжеты на Ютубе. Как она работает. Какие у нее фишки. Также я расскажу. Скоро выйдет новое правило. Где на Ютуб каналах за счет рекламы мы сможем зарабатывать гораздо больше. Чем мы зарабатывали ранее. Обо всех этих новостях я буду делиться на своем Ютуб канале. Поэтому подписываемся. Можете добавиться ко мне в социальные сети. Ссылки в описании. Я там тоже очень много полезных мыслей пощу. И своих рассуждений. Все. Всем пока. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok